Как провериться на глисты в домашних условиях? Никак. Если вы обратитесь за консультацией к врачу-инфекционисту, вас, вероятнее всего, попросят сдать кал на микроскопию, лабораторное изучение фекалий под микроскопом с целью выявления в нем личинок и фрагментов паразитов. Достоверность данного способа невысока – 12-20%. С помощью микроскопии кала невозможно определить наличие у человека внутри тканевых паразитов. ПЦР-диагностика – это способ молекулярной диагностики, который предполагает замеры концентрации фрагментов нуклеиновой кислоты, ДНК, в крови пациента. Данный способ позволяет диагностировать заражение пациента простейшими вирусами и внутриклеточными паразитами. Он тщательно опробирован в клинических условиях и прошел проверку временем. Ифа-диагностика используется для определения антигенов и антител в крови пациента, зараженного паразитами. Достоверность достигает 90%, ее уровень зависит от степени поражения организма глистами, а также от того, на каком этапе жизненного цикла находятся паразиты. Метод позволяет установить факт гельминтоза, выявить виды паразитов и степень их распространения в организме, но также дает возможность отслеживать процесс в динамике. Если вы хотите быстро похудеть или набрать мышечную массу, зайдите на сайт Атлетик Блок Ру. Атлетик Блок Ру – это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные диеты и планы питания. Здоровый человек успешен! Атлетик Блок Ру